Наша Земля Наша Земля Всего лишь существование флоры и фауны – простое стечение обстоятельств? Или, скорее, идеальные взаимодействия – совокупность факторов, способных изменить мир? Что такое чудеса природы? Как они возникают? Мы хотим это выяснить. Мы исследуем ветер, воду, лавовые потоки, геологические формации и встретим чудеса – природные чудеса нашего мира. Мы начинаем наше знакомство с чудесами природы на Азорских островах. Этот архипелаг является западной границей Европы. Здесь сходятся евразийская, африканская и североамериканская плиты. Островная группа возникла в результате мощного извержения вулкана несколько миллионов лет назад. Погода на Азорских островах непостоянна. Туман здесь может собраться буквально за несколько минут, особенно на больших высотах. На плодородной вулканической почве островов сформировалась уникальная флора. С течением лет на месте черных камней появились зеленые луга, и ландшафт местами приобрел поистине сказочный вид. Азорские острова всегда были окружены ореолом таинственности и меланхолией. Любой, кто видел спектакли, которые разыгрывает здесь природа, кто бывал в высокогурьях Пику, поймет, что мы имеем в виду. Высшей точкой Азорских островов является гора Пику, расположенная на одноименном острове, имеющей высоту 2600 метров. Это не только высочайшая гора Португалии, но и крупнейший вулкан Срединно-Атлантического хребта, протянувшегося от Арктики до Антарктики через Азорские острова и остров Буве. Подножие этих гор находится на глубине 3000 метров. Только представьте, не будь тут воды, они почти сравнялись бы по величине с Гималаями. Мы движемся дальше вдоль этих формаций и достигаем побережья. Здесь, у горных склонов, под поверхностью воды, формируется течение, приносящее верхние слои Атлантического океана огромное количество пищи, так называемый апвельлинг, океанический эльдорадо, благодаря которому сформировался богатый и многообразный животный мир. Азоры Неудивительно, что Азоры считаются детским садом Атлантики. Особенно если говорить о кашелотах. Они постоянно живут у берегов Азорских островов. Самки вынашивают и рожают потомство в водах близ Фаяла и Пику. В брачный сезон самцы наведываются сюда в ходе своей кругосветной миграции, чтобы продолжить трот. Наш оператор едва не пострадал во время погружения рядом с самкой и ее детенышем. Любопытный, как и все дети, малыш решил выяснить, кто это такой рядом с ним. В результате произошло столкновение, но, к счастью, ни кашелот, ни оператор не пострадали. Китобойный промысел. К счастью, эта темная глава нашей истории осталась в прошлом. На Пику лишь старый музей напоминает об ужасном истреблении этих добрых гигантов, почти уничтоженных человечеством. К счастью, вскоре после запрещения промысла популяция кашелотов медленно, но верно увеличилась. Следующий пункт путешествия – остров Принцессы. Гигантский кратер в 90 километрах от Пику. Здесь мы встречаем косяк скатов мант. Рассекая водные глубины, эти животные с помощью специальных ротовых лопастей собирают планктон. Этот процесс называют вентиляцией, поскольку отфильтрованная вода тут же выбрасывается. Встреча с мантами мы обязаны восходящему течению. Подъем воды с глубины верхней слои сильно облегчает скатам жизнь. Словно на подводном лифте, мелкие крабы и микроорганизмы поднимаются наверх. Давайте остановимся на минутку и понаблюдаем за волшебным групповым полетом скатов. У острова Принцессы можно встретить и синих акул. Одна из крупнейших в мире популяций обитает у мыса, который является для них настоящим раем. Им достаточно лишь открыть пасть. И еда сама заплывает внутрь. Неудивительно, что популяция синих акул постоянно растет, несмотря на отлов азиатскими рыбаками. Сегодня они включены в список охраняемых видов. К счастью, суп из плавников азорской голубой акулы исчез из меню ресторанов всего мира. Это одно из немногих мест в мире, где к акулам можно подобраться настолько близко. Неподалеку от Азорских островов, благодаря тектоническим сдвигам, течениям и вулканической активности, сформировалась крайне благоприятная среда. Восходящее течение создало посреди водной пустыни настоящий рай. Первое чудо природы, которое мы увидели в рамках нашего путешествия. Мы движемся дальше вдоль лавовых потоков, изменивших наш мир, и делаем остановку в Мальпелло, небольшой островной группы в 500 километрах от Тихоокеанского побережья Колумбии. Размер ее главного острова всего 1600 на 730 метров. Тем не менее, этот архипелаг является стандартообразующим. С 2006 года Мальпелло является объектом всемирного природного наследия, и неспроста. Как и Азоры, Мальпелло возник в результате вулканической активности. Холодная магма и потоки лав, истекавшие в океан, создали основу будущего подводного рая. И, разумеется, здесь также присутствует восходящее течение, гарантирующее пищевое изобилие. Здесь можно встретить даже крупную популяцию мурен. Если вам повезет, и мурена выплывет из своей пещеры или расщелины, то вы сможете полюбоваться ее длинным, извивающимся телом и головой, напоминающей доисторического идола. Любой, у кого есть акваланг, может окунуться в эту веселую суматоху. Эти рифы отличаются уникальной подводной фауной. Косяки ярко окрашенных и невероятно красивых рыб бороздят морские просторы. Свет, отражающийся от их чешуи, гарантирует наблюдателю поистине завораживающее зрелище. Стайки ярких рыбок, желтохвостых карангсов и рыбхирургов облюбовали местные рифы и расщелины. Здесь мирно сосуществует множество видов рыб и ракообразных. Обилие пищи, чуть теплая вода и круглогодичное подводное течение создаёт для местных обитателей идеальные условия жизни. Кругом, куда ни кинет взгляд, настоящий подводный рай. А вот это гостья редко показывается в Мальпелло. Дело в том, что морские черепахи путешествуют по планете вместе со всеми океаническими течениями и ежегодно наматывают немалый километраж. Кроме того, этот вид черепах находится на грани вымирания. Но здесь, в Мальпелло, черепахи находятся под надёжной защитой, как и другие морские животные. Заметив этих акул, многие дайверы начинают жалеть, что не захватили с собой смену нижнего белья. Бычьи акулы атакуют человека так же часто, как тигровые и большие белые акулы. Согласно всемирной базе данных, эти животные совершили 75 нападений на людей, из которых 25 — со смертельным исходом. Специалисты считают, что эти цифры могут быть занижены, поскольку бычьих акул часто путают с большими белыми. В Мальпелло различные виды акул находят для себя идеальные условия обитания. Как и в районе Азорских островов, здесь есть восходящее течение, формирующееся у края рифов. В Мальпелло обитает и крупнейшая в мире популяция акул-молотов. Эти животные с причудливыми головами обычно ведут одиночный образ жизни, но в Мальпелло они собираются в гигантские косяки. Эти хищницы живут здесь постоянно, в то время как их родственницы — глопогоски и бычьи акулы — только заглядывают сюда по пути. А вот, наконец, и она — крупнейшая акула на Земле — китовая. Она может иметь длину до 13 метров и весить до 12 тонн. Но поскольку питается акула планктоном, для человека она угрозы не представляет. Тем не менее, встречу с такой громадиной вы запомните надолго. Встреча с китовой акулой не сулит человеку никакой опасности. Несчастные случаи могут произойти лишь по неловкости человека или животного, поскольку китовая акула обладает колоссальной мощью. Гигантские косяки рыб, похожие на тучи, являются обычным зрелищем для Мальпелло. Мало где можно встретить подобные скопления рыбы. Эта картина просто завораживает. Ученые называют подобную форму сосуществования животных коллективным разумом, поскольку так отдельный особь имеет больше шансов выжить. Чем больше стая, тем меньше у отдельной рыбы риск стать жертвой хищника. Коллективный ответ на внешнюю угрозу значительно снижает шансы хищника на удачную охоту. Оказавшись в гуще рыб, он теряет ориентацию в пространстве и терпит поражение. Это то, что ученые называют суперорганизмом – сообщество, которое своими организованными действиями увеличивает шансы отдельной особи на выживание. Но как получилось, что здесь, посреди Тихого океана, находится райское место подобных размеров? Как получилось, что здесь собрались десятки миллионов рыб и других организмов? Что это? Причудо природы? Или дело в уединенности, которое долгое время защищало эти места от человека? Согласно наблюдениям ученых, условия жизни улучшаются при обилии пищи. Благодарить за это следует восходящее течение, такое же, как у Азорских островов. Оно переносит мелкие организмы в верхние водные слои. Лишь благодаря такому источнику пищи возможно существование подобных чудес природы. Декорации меняются. Теперь мы хотим изучить ситуацию в Южной Африке и выяснить, носит ли Апвеллинг глобальный характер. Исполняют ли океанские течения важную партию в Великом оркестре природы. У побережья Южной Африки встречаются холодное атлантическое течение Бенгелла и теплое течение Агульас из Индийского океана. Здесь мы обнаруживаем природный резервуар редкой красоты. Для морских обитателей слияние двух течений означает обилие пищи. А для жителей суши – климат, для которого характерны теплое лето и холодная зима. Пункт нашего назначения – Акулья-аллея, где обитает крупнейшая в мире популяция больших белых акул. Дело в том, что на острове Гейзер находится 50-тысячная колония морских львов, которые, к несчастью, являются излюбленной пищей больших белых акул. В данный момент у морских львов брачный сезон. Так называемые хозяева пляжа – доминантные самцы – заняты защитой своих гаримов от любвеобильных конкурентов. Разумеется, в это время года гормоны дают о себе знать. И в воде творится настоящий ад. Многочисленные молодые животные устраивают поединки. И в этом хаосе одному-двум ловким самцам удается приблизиться к самке, перехитрив старых самцов. В воде начинается акт любви. Нам, людям, это зрелище может показаться странным. Такое ощущение, словно лев хочет утопить объект своего желания, раз за разом погружая самку под воду. Парочка вертится в воде, не обращая никакого внимания на наблюдателей. Поскольку больших белых акул поблизости не видно, мы погружаемся под воду, чтобы понаблюдать за причудливыми играми морских львов. Подводные заросли водорослей являются одновременно и укрытием, и источником пищи. Их называют тропическими лесами океанов. Водоросли дают кров и защиту множеству растений и животных. Морские львы в этих подводных джунглях чувствуют себя как дома. Играя в этом причудливом лесу из водорослей, они ловко лавируют между растениями. Привыкнув к нашему присутствию, они даже начинают играть с нами в прятки. Если вы решите их проигнорировать, животные попытаются раззадорить вас шутливыми наскоками. Ну хорошо, давайте немного поиграем с этими симпатичными малышами. Мы отправляемся дальше, вглубь океана. Наш оператор входит в специальную защитную клетку. Мы готовы. Вскоре испуганные птицы взмывают в небо. И появляется она, большая белая акула. Даже если бы люди, вопреки противоречивым предрассудкам, не входили в меню этих акул, все равно в их присутствии трудно не испытывать, ну, некоторого беспокойства. Несчастные случаи и драматичные встречи между человеком и акулой происходят регулярно. Как правило, с фатальным исходом. Акула атакует по ошибке, а не намеренно. Большая белая акула оценивает, насколько съедобна жертва с помощью так называемого пробного укуса. Зубы у акулы острые, как бритва. А сила сжатия челюстей составляет более пяти тонн. В чем вы сейчас сможете убедиться сами. Наш оператор остался более чем доволен прочностью клетки, которую белая акула довольно долго пыталась разломать. Однако, после нескольких попыток добраться до содержимого клетки, акула сдается и исчезает в глубине. Благодаря слиянию двух крупных океанических течений, у берегов Южной Африки возникла среда, в которой представлена вся пищевая цепочка подводной жизни. Большая белая акула является важным регулятором экологического баланса. Мы отправляемся вглубь материка, поскольку течения Бенгела и Агульес влияют на местный климат. Испарение воды и разница между температурами земли и воды вызывают выпадение осадков, благодаря которым регион Кейл отличается буйной, пышной растительностью. Здесь можно встретить уникальные образцы флоры, в том числе многочисленные кусты Финбыша. Но мы продолжаем наше путешествие на север и прощаемся с регионом Кейп. Следующий пункт назначения — африканские джунгли. Преодолев несколько сотен километров, мы оказываемся в джунглях, где обитает так называемая большая африканская пятерка — львы, буйволы, носороги, леопарды и слоны. Говорят, что именно здесь и зародилось человечество. Но возникает один вопрос. Почему девственные леса и джунгли опоясывают всю нашу планету? Проследовав дальше вглубь джунглей, мы встречаем нескольких бегемотов и жирафов. Во время своих продолжительных прогулок эти гигантские длинношеи и животные лакомятся листвой с верхушек деревьев. Они явно предпочитают акации и мапаны. Мы замечаем, что за нами наблюдают несколько любопытных мангустов. Глядя на них, трудно поверить, что эти милые зверьки не боятся даже черную мамбу, самую ядовитую змею Африки. Мы проезжаем мимо стада зебр и начинаем поиски царя зверей — льва. И вот, наконец, мы его находим. Лев лениво развалился под кустом, поглядывая на свой прайд, члены которого в данный момент заняты взаимной чисткой. Наконец, один из молодых львов замечает камеру, которую мы установили неподалеку. Поначалу молодые и зрелые животные не обращают на нее внимания. Они просто лежат, обнявшись, ведь день сегодня очень жаркий. Однако вскоре чужеродный объект все же вызывает у них интерес. Самые смелые львята медленно и осторожно приближаются к камере. Затем они словно начинают позировать. К ним присоединяются еще несколько малышей и в итоге у нас получается превосходное групповое фото самых отважных львят. Наконец, просыпается и самец. Мы решаем больше не беспокоить львов и отправиться дальше. Нам везет, и мы становимся свидетелями уникального зрелища – рождение импалы. Мы скрещиваем пальцы, потому что мать сейчас совершенно беззащитна перед хищниками. Она начинает нежно облизывать детеныша, чтобы стимулировать его кровообращение. Именно сейчас решается, выживет он в буше или нет. Он должен как можно скорее встать на ноги. Ура! Получилось! И малыш вместе с матерью покидает место своего рождения. Леопард. Он явно что-то ищет. Судя по тому, как беспокойно он мечется по джунглям. Большая кошка напивается из источника и снова отправляется рыскать по джунглям. Мы осторожно следуем за ней. А-а-а! Теперь понятно, почему у леопарда был столь озабоченный вид. Почему он обнюхивал все кусты и деревья. Просто он искал свою партнершу. Теперь они могут приступить к делу. Самка побуждает самца заниматься с ним любовью по несколько раз в день. Так будет продолжаться несколько дней подряд. И каждый раз после саития самка будет кататься по земле. Как только она забеременеет, животные расстанутся. Буйвол. Это замечательное животное всегда держится рядом с водоемом. Будь это хоть маленькая лужа. Как ни странно, именно буйвол, а не какое-либо другое животное, ответственен за наибольшее число человеческих смертей в Африке. Казалось бы, в этом деле он никак не конкурент льву и леопарду. Но если присмотреться, все становится ясно. Буйвол является дальним родственником крупного рогатого скота и весит до двух тонн. Его не смущает близость человеческого жилья, и он предпочитает находиться поблизости от воды. На других он не обращает внимания, если они держатся от него на расстоянии. Если приблизиться к буйволу, вызвать его агрессию, спровоцировать, то это ленивое и мирное животное превратится в опасного убийцу. Один удар его рогов способен опрокинуть небольшой грузовик. Вблизи людских поселений нередко происходят неприятные встречи буйвола и человека, зачастую со смертельным исходом для последнего. Но для нас черные гиганты угрозы не представляют, ведь мы держимся на безопасном расстоянии. Диким животным становится все труднее находить для себя уединенные места. Из-за человеческого прогресса многие виды оказались под угрозой исчезновения, например, носороги. Они живут небольшими семейными группами в подлеске и ежедневно съедают тонны зелени. При этом они забредают на земли, которые в силу особенностей почвы могут использоваться и как пахотные. Расселение человека приводит к тому, что все новые земли начинают обрабатываться, в результате чего сокращается среда обитания и пищевые ресурсы диких животных. Носороги находятся под двойной угрозой. С одной стороны из-за сокращения пищевых ресурсов, а с другой – из-за браконьерства. Порошок, получаемый из их рога, в Азии считается возбуждающим средством. Именно поэтому природные заповедники так тщательно охраняются. Мы познакомились почти со всеми членами Большой Пятерки. Осталось последнее животное – слон. А вот и они. Стадо мигрирует от водоема к водоему. Эти миролюбивые животные имеют рост до 4 метров и весят от 2 до 5 тонн. Слоны – крупнейшие из ныне живущих наземных животных. Новорожденный слоненок может весить до сотни килограммов. Самка вынашивая детеныша от 20 до 22 месяцев. Слоны живут стадами, состоящими из самок и детенышей, а во главе стада стоит главная слониха, играющая в нем очень важную роль. Размер стада зависит от количества имеющейся пищи. Там, где ее много, небольшие группы объединяются в одно. Это стадо нашло довольно необычный водоем. Бассейн старого заброшенного отеля не слишком привлекателен для человека, но слонам он явно нравится. Теперь, когда и взрослые, и детеныши освежились, стадо отправляется обратно в заросли. И мы с ним прощаемся, поскольку нам пора двигаться дальше. В 10 тысячах километрах к востоку от Черного континента, в джунглях Индии, мы видим практически идентичную картину. Густые заросли, пышная растительность. Типичный сухой широколиственный лес. Но как это возможно? Почему, переместившись к востоку вдоль экватора, мы видим ту же растительность, что и в Африке? Известно, что ось вращения Земли слегка сместилась к северу, но с глобальной точки зрения это несущественно. Важно, что опоясывающая всю планету экваториальная зона имеет однородную растительность, а ее экологические функции одинаковы и для местного, и для мирового климата. Эта зона, похоже, определяет глобальный климат. К северу от экватора преобладает сухой жаркий климат, сфера влияния которого распространяется до африканского континента, где его сменяет морской климат. Южнее климат становится более мягким. Там, где сглаживаются колебания погоды, уменьшается и температурная амплитуда. Хотя в летние месяцы средняя температура может составлять 40 градусов Цельсия, разница между днем и ночью не так разительна, как, например, в пустыне, где днем может быть 50 градусов жары, а ночью чуть ли не заморозки. В результате этого феномена и возникли густые джунгли, выполняющие роль легких земли. А на краю этой зоны вырос тропический лес. Сейчас. Позже мы еще вернемся к этой теме. Приближается сезон дождей. Перед началом долгожданного мусона животные собираются у водоемов. Неудивительно, что возникают ссоры. Этот кабан определенно уверен, что Лишон имеет право здесь находиться. И он знает, как отстоять это право. И люди, и животные ждут мусона, сезона дождей, который обрушит на землю свою мощь и наполнит великие реки и резервуары Индии водой на целый год. Лангуры-хануманы тоже собираются у водоемов, но, похоже, угрозы диких свиней их не пугают. В Индии эти обезьянки считаются священными, поскольку они очень похожи на бога-обезьяну Ханумана, сына богини Шивы. Хануман – покровитель деревенской жизни и одновременно бог учения. Лангуры прекрасно чувствуют себя среди древесной листвы. Деревья дают им и пищу, и кров. Здесь они чувствуют себя, как у Христа за пазухой. Именно поэтому эти обезьянки такие веселые и самоуверенные. Наблюдая за обезьянами, мы заметили на пушке леса индийского оленя, или аксиса, родственника европейской лани. Характерной особенностью этих животных, без сомнения, является их пестрый мех, который неплохо их маскирует. Как правило, аксисы живут группами по 5-10 особей, и состав этих групп постоянно меняется. В период случки между самцами зачастую происходят поединки, но кровопролитие обычно удается избежать. Но ушастую сову эта сцена впечатления не произвела, и она снова спряталась в своем дупле. Аксисы пасутся в основном на лугах, непосредственно примыкающих к лесу, чтобы в случае опасности можно было быстро там скрыться. Местные жители часто называют этих оленей тигриной едой, поскольку их популяция регулируется 1700-ми тиграми, в настоящий момент обитающими в Индии. Гауры – крупнейшие представители крупного рогатого скота. Взрослые особи могут весить до 1000 килограммов. Их конечности – от копыт до голеностопных суставов – покрыты белой шерстью, а лбы – светло-серой. Индийская популяция гауров была практически истреблена. Охотники и болезни настолько проредили их ряды, что гауры были включены в красный список видов, находящихся под угрозой полного исчезновения. Но с помощью программы разведения и переселения правительство Индии удалось вернуть гауров в большинство регионов страны. Переселение гауров считается одним из самых успешных природоохранных проектов индийского правительства, которыми она по праву гордится. На первый взгляд Буанзу напоминает лисицу, но на самом деле другое его название – красный волк. Буанзу – вымирающий и крайне редкий вид. Эти хищники живут стаями, в которых насчитывается до 15 особей. Во время охоты они загоняют свою добычу, пока та не выбивается из сил, а затем убивают ее всей стаей, прямо как гиеновидные собаки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все знают Шерхана, тигра из книги джунглей Киплинга, действие которой происходило в провинции Мадхиапрадеш. Здесь обитают последние индийские тигры и последние в мире представители этого конкретного вида. Тигр является олицетворением трагической истории природы. С незапамятных времен эта могучая кошка являлась символом силы и власти, причем не только в Индии. Могущественных лидеров за их смелость и силу часто сравнивали с тиграми. В настоящее время в Индии обитает около 1700 тигров. Когда-то их здесь были сотни тысяч, но в результате охотничьих экспедиций Махараджи и колонистов эти животные сто лет назад оказались под угрозой исчезновения. Дальнейшее уменьшение численности тигров было связано с уничтожением их среды обитания, урбанизацией джунглей и их столкновениями с человеком. Даже здесь, между тиграми и растущей человеческой популяцией идет жесткая конкуренция за среду обитания. Тигры 21 века живут в охранных зонах. Они питаются крупными парнокопытными, а их жажда движения ограничивается забором заповедника, призванного защитить тигров от их главных врагов – нас. В своих ареалах хищники являются важными регуляторами численности аксисов и животных схожего размера. Тигры, которые могут весить от 250 килограммов, ведут одиночный образ жизни и встречаются лишь в период спаривания. Детенышей воспитывает самка, а самец уходит. Несмотря на защитные меры индийского правительства, ученые опасаются, что в перспективе шансы тигров на выживание крайне малы. Скептики даже считают, что последний тигр умрет в ближайшие полвека. Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, в будущем среда обитания тигра будет сокращаться. Во-вторых, популяция тигров сократилась до размеров, при которых избежать инцеста между животными уже невозможно. Правительство Индии совместно с Всемирным фондом дикой природы делает все, чтобы это предотвратить. Но популяция тигров все равно растет очень медленно. К сожалению, человечество может лишиться этого удивительного чуда природы, самой большой в мире дикой кошки. Далее мы отправляемся в совершенно другие джунгли, в Коста-Рику. Заповедник Гуанакасте площадью около сотни тысяч гектаров протянулся от Тихоокеанского побережья через горы высотой до двух километров до низин близ Карибского моря. Здесь, на побережье, растут мангровые леса, а дальше от берега знаменитые туманные леса. Этот регион Земли отвечает за глобальный климат, ведь здесь обновляются зеленые легкие планеты. Около 230 тысяч видов флоры и фауны прекрасно себя чувствуют в этой крайне многообразной среде. Говорят, что здесь, в предгорьях, поросших тропическим лесом, можно увидеть по-настоящему девственную природу. Мы движемся от побережья вдоль реки и встречаем группу крокодилов, дремлющих на берегу. Эти доисторические животные распространены в тропических регионах по всему свету. Они предпочитают находиться в пресной воде вблизи берегов, но солоноватая вода их также устраивает. Мангровые леса состоят из деревьев, пальм и кустарников, растущих в субтропических приливных зонах в районе экватора и являются одной из самых продуктивных экосистем планеты. У соленой реки множество крупных и мелких животных обитает в своей естественной среде, вдали от людей и цивилизации. В листве дерева мы замечаем еще одну гостю из доисторической эпохи. Игуана дремлет, не обращая на нас никакого внимания. В мангровом лесу Гуанакасте обитает самая большая популяция игуан после той, что живет на Глапагосских островах. Эти ящерицы могут достигать двух метров в длину, причем хвост зачастую длиннее остального тела. Головы игуан часто бывают украшены чешуйчатыми гребнями, причем у самцов они больше, чем у самок. Эти гребни играют важную роль во время ухаживания и поединков с соперниками. На спине чешуйки, как правило, мелкие, а на животе крупные, но расположенные неравномерно. Молодые игуаны питаются насекомыми и другими беспозвоночными, ну а взрослые, особенно те, что покрупнее, предпочитают растительную пищу. Судя по ископаемым находкам, игуаны обитали на земле уже в меловой период, 55 миллионов лет назад. Так что, наряду с крокодилами, они являются старейшими наземными существами Земли. Мы продолжаем наше путешествие. Мангровый лес становится все гуще, и его листва пропускает все меньше света. На верхушках деревьев обитают отлично замаскированные капуцины. Они живут группами, насчитывающими от 8 до 30 животных. Группа состоит из нескольких самцов, самок и их общего потомства. После отлучения от груди, детеныши самки обычно остаются в родной группе. На макушке у капуцинов темная шапочка из меха. Остальной мех на мордочке белый. У пожилых животных на лбу может образовываться нечто вроде ежика. Мех на голове обезьянок своим цветом и узором напоминает капюшон монаха капуцина. капуцины обитают на деревьях, а рацион их состоит из фруктов, насекомых, растений, мелких беспозвоночных и зерна. По соседству на высоких ветвях расположилась группа ара. Эти красочные попугаи довольно шумные соседи, которых не просто перекричать. Но тукану здесь вполне комфортно. Его особенностью является клюв, с помощью которого птицы регулируют температуру тела. Благодаря биологическому разнообразию и влажному теплому климату эта среда является идеальной для древесной змеи. Это одна из самых распространенных змей в пограничной зоне между мангровыми и тропическими лесами. Но давайте посмотрим на землю, где трудится колония муравьев-листорезов. Удивительно, как эти крошечные существа переносят с деревьев на землю целые листья. Наблюдая за муравьями, мы замечаем четырехметрового удава. И хотя это животное зачаровывает нас своей красотой, мы держимся от него на безопасном расстоянии. Удав активен в сумерках и по ночам. Днем он прячется в пещерах, полых деревьях и других укрытиях, лишь изредка выползая погреться на солнце. Удав использует два основных метода охоты. Он либо следует на запах жертвы, либо ждет подходящего момента для атаки. Когда добыча оказывается достаточно близко, он совершает молниеносный бросок и душит жертву. По словам индейцев, бывали даже случаи, когда удавы глотали маленьких детей. Пока эти факты не подтверждены, но известно, что удавы способны проглатывать животных в несколько раз превосходящих их по размеру. Мы решаем больше не беспокоить животное и отправляемся дальше. Идеально замаскированная зеленая древесная змея караулят добычу в листве мангров. Это животное считается одним из самых опасных обитателей мангровых лесов Коста-Рики. Мы достигли верхних этажей мангрового леса Гуанакасте и теперь входим в туманный лес. Здесь мы видим еще одну характерную особенность этого региона – кратеры действующих вулканов посреди туманного леса. Поднявшись к одному из них, мы оказываемся в дыму, поднимающемся из преисподней. Вид, открывающийся с холма, поистине завораживает. Когда находишься здесь, возникает ощущение, что этот мир только что был создан творцом. Теперь мы понимаем, почему девственные леса в районе экватора называют «зелеными легкими земли». Здесь ощущаешь дыхание леса и начинаешь понимать, в чем заключается великий план природы. В лесу мы встречаем ленивца. Эти животные почти всю свою жизнь проводят, вися на ветках. Изогнутые когти выполняют функцию зацепов. Ленивцы питаются почти исключительно листьями. Так что, если уничтожение лесов продолжится, то скоро этот ленивец не сможет лазать по деревьям и ветвям. Поскольку их здесь просто не будет. И этот живописный водопад также не будет орошать зеленые рай гуанакасты. Если хотя бы одна шестеренка великого механизма природы исчезнет, то вся система попросту выйдет из строя. Это чудо природы, зеленые легкие нашей планеты, находится под серьезной угрозой. На уникальный заповедник, где обитает множество животных, например, эти лягушки, давно положили глаз представители лесной промышленности. Джунгли на окраинах заповедника медленно, но верно вырубаются, что оставляет глубокие шрамы на биосистеме. Если уничтожение тропических лесов продолжится, то скоро подобные виды можно будет увидеть лишь на картинках. Когда наш мир больше не сможет дышать, он станет совсем другим. Этого нельзя допустить. Это удивительное чудо природы, очаровавшее нас своим ярким многообразием, обязательно следует сохранить. Далее мы отправляемся на юг. в Патагонию, известную как Земля Исполинов. Здесь характер климата задает холодное перуанское течение. Ледяные полярные ветра свободно веют над бескрайними равнинами. В 1999 году полуостров Вальдес был объявлен ЮНЕСКО объектом всемирного природного наследия. На севере полуострова площадью 3625 километров находится единственная в Южной Америке колония морских слонов. Своим названием крупнейшие тюлени планеты обязаны большому хоботу, наподобие слоновьего, который есть у самцов. Животные расположились группами на пляже под защитой высокой песчаной дюны и наслаждаются сном. Около 8000 морских слонов, 500 из которых альфа-самцы, проводят лето в Южном полушарии на пляже полуострова Вальдес, где они спариваются и рожают потомство. Молодых животных легко отличить по их темному меху. Они уже отлучены от груди, но не хотят мириться с тем, что молочная кухня для них закрыта. Им пора знакомиться с серьезной стороной жизни, совершенствовать искусство сна, охоты и самостоятельного питания. Залив Гольфа-Нуэва уходит далеко вглубь материка, поэтому воды близ полуострова Вальдес защищены от холодного гольф-стрима. Температура воды здесь на несколько градусов выше, чем в открытом море. Это место официально считается питомником гладких китов. Около 1500 гладких китов, большинство из которых самки, проводят весну и лето в этой лагуне, спариваясь и рожая детенышей. В середине октября сюда приплывают самцы и присоединяются к огромной группе самок. Наблюдать за этими добрыми гигантами со столь близкого расстояния – это нечто невероятное. Животные часто охотятся у поверхности. Широко раскрыв пасти, эти гиганты рассекают волны, отфильтровывая воду и ежедневно поглощая до двух тонн пищи. Самцы используют борцовские приемы, чтобы оттолкнуть своих соперников от самок. Во время спаривания тела китов перегреваются, несмотря на холодную воду. Животные охлаждают кровоток, на несколько дней выставляя из воды хвостовые плавники. И это помогает, поскольку это единственная часть тела, не защищенная сантиметровым слоем жира и кожи. Более полутора веков назад Чарльз Дарвин прибыл сюда на своем корабле «Бигль». Капитан судна Фиц Рой написал в бортовом журнале «После встречи с молчаливыми гигантами морей возвращаешься домой другим человеком». Сегодня эти слова так же актуальны, как и тогда. Мы провели целый день, наблюдая за животными, и в награду получили красивейший закат. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В Патагонии обитают и пингвины, которых можно встретить на любом побережье этого гигантского региона. Дарвин посетил колонию хохлатых пингвинов у берегов Риа-де-Саадо и написал о них в своей книге. Хохлатые пингвины – широко распространенный вид. В 2005 году их мировая популяция оценивалась в 3 миллиона 700 тысяч особей. Сегодня на острове обитает около 20 тысяч пингвинов с симпатичными хохолками. Как всегда, в тесноте и постоянной борьбе за лучшие места гнездования, ведь сейчас брачный сезон. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ссоры и драки происходят здесь постоянно. Пингвины выражают свои намерения открыто и всеми доступными способами. Используя клюв и когти, они дерутся до тех пор, пока один не сдается и не уходит. Если самец подходит к чужому гнезду, хозяин дает понять, что будет до последнего защищать свою территорию. В таких случаях нарушителю лучше ретироваться. По пути с Риа-де-Сеадо мы проплываем мимо колонии морских львов, такой же, как и в Южной Африке. В данный момент здесь обитают тысячи животных. Здешние самцы также ревностно защищают свои гаремы. Но молодых животных их бравада не впечатляет. Некоторые из них играют на краю скалы и прыгают в воду, а другие дремлют под утренним солнцем, даже если рядом идет борьба за территорию. До конца прошлого века патагонских морских львов безжалостно истребляли. Миллионная популяция южного полушария была почти полностью уничтожена. Но в наши дни она, к счастью, постепенно восстанавливается. Когда мы возвращаемся на материк, ветер усиливается и собирается шторм. Кабо-дос-Бахиас выступает в море на 30 километров. На обдуваемых ветрами камнях закрепилась буйная растительность. Мы встречаем здесь гуанако. Эти животные считаются предками лам и альпак, хотя окончательно это не доказано. На равнинах Патагонии обитает больше гуанако, чем где-либо еще в Южной Америке. Обычно они живут небольшими стадами до 15 особей. Гуанако часто делят среду обитания с другими животными. Здесь, на Кабо-дос-Бахиас, они делят ее с магеллановыми пингвинами. В этой колонии около 30 тысяч птиц. Эти пингвины были названы магеллановыми, поскольку они часто присутствуют на побережье терры-магелланики. Это очень общительные птицы. Они живут близко друг к другу, особенно в сезон спаривания. Для гнезд они вырывают небольшие ямки и выкладывают их чем-нибудь мягким. Хотя это что-нибудь еще нужно найти, а это занятие не из легких. Магеллановые пингвины с большой нежностью относятся к своим партнерам. Их часто можно увидеть, устроившимися рядом под теплыми лучами солнца и чистящими друг другу перышки. Период спаривания длится около 40 дней. В это время хищники, например, скунцы, пытаются украсть яйца из гнезд. Вот, два поморника нашли добычу в брошенном гнезде. Но следующее гнездо охраняется. Угрожающим жестом мама пингвин предупреждает птиц, чтобы не приближались. Дарвинов Нанду – редкий гость в колонии. Он разгуливает по ней с гордой величавостью короля, но в то же время держится на порядочном расстоянии от гнезд. Пингвины узнают друг друга по голосу. У каждого животного есть свой собственный характерный звук, который оно издает, чтобы партнер смог его найти. Отношения пингвинов, как правило, длятся очень долго. На пляже сразу становится видно, какая среда лучше подходит пингвинам. По суше они перемещаются милой походкой Чарли Чаплина. Но в воде они ловки и подвижны. Мы достигли самой южной точки нашего путешествия. Мы установили взаимосвязи между чудесами природы, последствиями геологической активности, океаническими течениями и климатическими зонами. В завершение хотелось бы поподробнее поговорить о происхождении нашей планеты. Для этого мы перенесемся туда, где это можно показать максимально наглядно. Гавайи – самый отдаленный и густонаселенный остров планеты. Он расположен посреди Тихого океана, в 3850 километрах от Калифорнии и в 6195 километрах от Японии. Все гавайские острова – вулканического происхождения. Ниткой жемчуга они протянулись посреди Тихого океана. На данный момент здесь известно более 90 вулканов, но их может быть гораздо больше. Эти острова рождены из огня и воды, созданы бесконечной энергией, дремлющей, скрытой в недрах Земли. Энергией, способной внезапно вырваться на поверхность, извергая к небесам раскаленную магму. На Гавайях вулканические процессы развивались не так, как в других регионах. Не в континентальной периферийной зоне, где сталкиваются отдельные земные пласты, а в центре огромной Тихоокеанской плиты. Она движется над особенно горячей точкой, через которую из глубин планеты выходит невероятный жар, прожигающий земную кору словно пламя паяльной лампой. Из-за этой горячей точки произошла перфорация Тихоокеанской плиты. Вот так по сей день и возникают вулканы, доставляющие к земной поверхности гигантские объемы магмы. Только здесь можно оказаться настолько близко к истокам нашей планеты. Что же касается природы, то даже здесь, буквально на крышке котла с магмой, есть растительность. Эти кусты идеально приспособились к местным условиям. Они растут так близко к раскаленной лаве, насколько это только возможно. Вскоре после того, как лава застывает, она трескается из-за невероятной силы натяжения внутри вулкана. Через некоторое время в трещинах появляются первые растения. Если в течение нескольких лет извержений не происходит, склоны кратеров становятся зелеными. Горячие потоки лавы стекают в море и невероятно быстро затвердевают. Посреди этого средоточия великих стихий находится радужный водопад. Своим названием он обязан радуге, которая часто появляется у его подножия. Воды реки Уайлуку обрушиваются с полукруглой скалы в широкий бассейн, по бокам которого растут тропические растения невероятных размеров, в том числе дикий аронник. Наверное, это и есть земной рай. В густых джунглях Гавайев можно встретить множество редких растений и цветов. Не зря ведь эти острова называют «божьей аптекой». Местные жители были настоящими мастерами траволечения. Это искусство передавалось из уст в уста, из поколения в поколение. Однако сейчас оно практически забыто. Хали-Мау-Мау – крупнейший кратер Гавайев. Его размеры 700 на 900 метров. Кратер расположен рядом с самым большим действующим вулканом планеты, и в нем находится лавовое озеро глубиной 150 метров. Несмотря на неблагоприятные условия, здесь также имеется растительность. Ничто, даже постоянные пожары, не может помешать зарождению жизни. Этот природный спектакль олицетворяет процесс разрушения и созидания, который при всей его примитивности невозможно остановить. Жар от камней, запах дыма и серы смешиваются с ароматом растений, ароматом, подобного которому вы не встретите больше нигде в мире. Субтитры создавал DimaTorzok Когда магма у побережья остывает, образуются так называемые лавовые трубы. Внутри ток лавы остается неизменным, а внешняя оболочка продолжает охлаждаться. Так и формируются туннели, по которым лава может течь беспрепятственно. Внешние слои затвердевшей лавы создают уникальную среду обитания для подводных существ. Белоперая кабуба имеет сплющенное из боков тело, благодаря чему она может прятаться от хищников в узких щелях и трещинах. В этих пещерах ощущается что-то мистическое, особенно когда думаешь о том, что некогда по ним текла раскаленная лава, а теперь здесь снова кипит жизнь. Акулы лишь отдыхают в этих туннелях, а другие рыбы проводят в них всю свою жизнь. Гигантский карангс является на Гавайях крайне популярным блюдом. Это невероятно сильная рыба, поскольку ее плечи и туловище окружены массивными мускулами. Они выполняют функцию весел, а также усиливают грудные и хвостовые плавники. Через туннели к поверхности моря, близ островов, поступает вода, богатая питательными веществами. Большая зеленая черепаха грациозно плавает на мелководье у рифов. Зеленая черепаха является одной из самых известных представительниц семейства морские черепахи. Название ее связано с цветом панциря, верхняя часть которого в основном имеет коричневатый оттенок, с зелеными или темно-коричневыми вкраплениями. Зеленые черепахи водятся во всех тропических и субтропических океанах, а также в Средиземном море. Эта океанская охотница – редкое гостье в гавайских водах. Тигровая акула питается морскими черепахами, птицами и рыбой, в том числе и другими акулами. Она совсем не привередлива и ест все, что оказывается в пределах досягаемости. Мы медленно поднимаемся на поверхность. Нам предстоит долгий путь вдоль побережья к месту следующего погружения. И мы не хотим опоздать, поскольку лишь ночью в водах близ Гавайев можно увидеть уникальный природный спектакль. Залив Кона Ночью здесь можно встретить скатов мант. Несмотря на свою странную внешность, это сравнительно мирные животные. Ночью они приплывают сюда охотиться. Да, это зрелище определенно не для впечатлительных и слабонервных. Тот, кто хоть раз заглядывал в пасть ската, навсегда запомнит это ощущение. Следующий пункт нашего путешествия — Национальный парк Йеллоустоун. Здесь в результате вулканической и термальной активности также возникла среда, к которой растения и животные вынуждены адаптироваться. В 1872 году здесь был основан первый в мире национальный парк. Зона у реки Йеллоустоун считается единственной экосистемой северного полушария, сохранившейся в первозданном виде. Это земля контрастов, где можно своими глазами увидеть, как зарождалась наша земля. Ручьи реки испускают пар под утренним солнцем. Именно в такие моменты становится понятно, что делает это место настолько особенным. Гейзеры выбрасывают в воздух горячую воду. Масштабы этого потрясающего пейзажа поистине завораживают, а невероятная мощь спящего подземного вулкана делают его по-настоящему уникальным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А это тот образ, который большинство людей ассоциируется с национальным парком Йеллоустоун. Большой призматический источник. С воздуха он напоминает глаз. В зависимости от температуры источника, в нем образуются микроорганизмы разных цветов, сверкающих под лучами солнца. Под парком находится гигантский пузырь магмы, который является причиной вот этого природного феномена. Гейзер, верный старик, выбрасывает в небо водяной фонтан высотой 40 метров. Повсюду, куда ни кинь взгляд, паровые столбы гейзеров. В реку Йеллоустон впадают небольшие теплые ручьи. В этом пейзаже есть что-то мистическое, что-то поистине доисторическое. Срединный бассейн также является идеальной средой для многочисленных животных. Недалеко от горячих источников и одновременно рядом с верхним бассейном Национального парка Йеллоустон обитают крупнейшие млекопитающие американского континента — бизоны. Они требуют к себе уважения, и, учитывая их массу, требование это легко выполнимо. Самец бизона может весить до тысячи килограммов, а самка — до шестисот. Бизоны являлись главным источником пищи для американских индейцев, но те убивали ровно столько животных, сколько им требовалось. С приездом европейских поселенцев ситуация резко изменилась. Они безжалостно истребляли бизонов, что поставило животных на грань исчезновения. В парке Йеллоустон последнее крупное стадо бизонов живет под строгой охраной. Популяция медленно восстанавливается, но она никогда не достигнет тех размеров, что были зафиксированы в Северной Америке чуть более века назад. Для черных медведей в парке также созданы идеальные условия, поэтому их популяция велика. Согласно последним подсчетам, их здесь обитает от пятисот до шестисот пятидесяти. У черного медведя мощный круп и сильные конечности с пятью крепкими когтями, с помощью которых они рвут добычу, роют землю и взбираются на деревья. У него маленький, как у всех медведей, хвост и крупная голова с вытянутой безволосой мордой, маленькими глазками и круглыми стоячими ушами. Этот медведь охотится на речном берегу. Ведь лосось таймень является деликатесом не только для рыболовов, но и для косолапых. Медведь бродит по коленам в воде, но сегодня ему не везет. В 1872 году, когда был основан парк, здесь жило 45 волчьих стай. Всего около 325 особей. Несмотря на строжайшие мирозащиты, к 1978 году все волки были истреблены. Проведенное годами ранее исследование показало, что волки играют важную роль в поддержании баланса в Йеллоустоуне. Но долгое время это оставалось недоказанным. Лишь в 1995 году в Йеллоустоун был завезен 31 канадский серый волк. Животные были взяты под защиту. И сейчас в парке обитает 325 волков, что совсем немало. Их вклад в поддержание экологического баланса уже не подвергается сомнению. Долина Гейден располагается на плато. Глядя на эти зеленые леса, трудно поверить, что средняя высота здесь составляет 2400 метров. Миллионы лет река вырезала свое русло в твердом камне и продолжает делать это со скоростью 2 сантиметра в год. И это поразительно, поскольку базальт – чрезвычайно твердый камень, разрушить который может лишь невероятно мощная сила. Река обрушивается водопадом с высоты 32 метров. Здесь она снова набирает скорость и превращается в ревущий поток со множеством быстрин, завораживающий прощальный спектакль. Мы переносимся на тысячу километров к Гранд-каньону. Возможно, в мире есть каньоны больше, уже или глубже. Но ни один из них не способен внушать такого восторга и трепета, как Гранд-каньон. Когда стоишь на краю этого гигантского ущелья, возникает ощущение, что ты перенесся на Марс, поскольку это абсолютно неземной пейзаж. Здесь сразу становится понятно, почему примитивные расы тысячелетиями поклонялись чудесам природы. Если посмотреть на реку Колорадо с воздуха, то она как бы вгрызается в Гранд-каньон. Но даже отсюда видно, что река размыла слои породы различных эпох. Вот это – песчаник Кайбаб, а у края каньона можно легко узнать красный Коконино. Внезапно ты видишь всю картину в совершенно ином свете. Твои глаза и рот широко раскрываются, и ты поражаешься красоте этого памятника сотворению Земли. В Гранд-каньоне даже закоренелые скептики осознают, что это чудо природы переживет человечество. Река Колорадо течет через Гранд-каньон на протяжении 1600 километров. Преодолев 2400 километров, она впадает в Мексиканский залив. В мраморном каньоне река размыла песчаник Кайбаб и добралась до песчаника Тороуип. Оба слоя породы крайне твердые, поэтому Колорадо имеет практически вертикальные берега. Ежесекундно через русло реки Колорадо протекает 8,5 миллионов литров воды. Река также является безусловным чемпионом мира по транспортировке. Каждый день Колорадо перемещает 27 миллионов тонн ила. Чтобы перевести такой объем по суше, понадобилось бы 2,7 миллиона грузовиков грузоподъемностью в 10 тонн. У Колорадо очень много притоков. Бассейн реки имеет площадь 703 тысячи квадратных километров, что в три раза больше площади Ангелий. И во многом это заслуга луговых собачек. Роя свои подземные туннели, они не только дают другим обитателям прерий, вроде змеи-сов, кров и место для гнездования, но и разрыхляют твердую почву. А совсем неподалеку, буквально на соседней скале, живут снежные бараны. Они отличные скалолазы и обычно обитают на крутых склонах южного края каньона. В Гранд-каньоне можно встретить формации вулканической породы и скальные отложения возрастом около 700 миллионов лет, относящиеся к старейшей геологической эпохе – Докембрию. Многообразие природы Гранд-каньона является следствием высотных и климатических перепадов. В каньоне пять зон растительности – река и прибрежная зона, пустынная зона внутри каньона, плато, южный край, где растут желтые сосны, и северный край, где расположен еловый лес. Побывав в Гранд-каньоне, можно получить полное представление о геологической истории и эволюции Земли. Поднявшись на высоту двух с половиной километров, можно сосчитать геологические эпохи, как кольца на срезе дерева. Мы познакомились с самыми красивыми чудесами природы и выяснили причины их появления и существования. Однако в следующем пункте нашего путешествия, на Маршаловых островах, мы познакомимся с противоположным явлением – страшной агонии разрушения, вызванной человеком. Словосочетание «Тихий океан» обычно ассоциируется у нас с живописными атоллами, коралловыми рифами, пляжами, чистой водой, солнцем и весельем. Однако Маршаловые острова стали местом одного из страшнейших экологических преступлений человечества – радиоактивного заражения всеостровной группы. Бикини – атолл в северной части островов. Летом 1946 года США взорвали здесь «Эйбл» – первую бомбу в серии ядерных испытаний. В тротиловом эквиваленте ее вес составлял 23 тысячи тонн, а по силе взрыва она вдвое превосходила бомбу, сброшенную на Хиросиму. И это было лишь началом военной операции США под кодовым названием «Перекресток». Атолл Бикини и близлежащие острова на многие десятилетия были заражены радиацией, как над, так и под водой, и стали непригодными для проживания. Размеры бомб можно оценить по этим обломкам. Диаметр стабилизатора равен росту взрослого человека. Американцы пригнали сюда целый флот, включающий в себя подлодки, фрегаты и военные корабли, чтобы изучить на них последствия атомного взрыва. В эту флотилию входили выведенные из эксплуатации американские суда и трофейные корабли периода Второй мировой войны. Ни одно из судов не уцелело после испытаний. Палубы были проломлены, корпусы деформированы. Трудно даже представить, как эта разрушительная сила повлияла на подводный мир. Рифы были уничтожены, и бесчетное число животных погибло либо мгновенно, либо в результате последствий взрыва. Сегодня здесь снова можно нырять с аквалангом и даже совершать короткие прогулки по острову. Однако его повторное заселение – дело далекого будущего. Тем не менее, спустя 60 лет природа постепенно отвоевывает свои позиции. Остовы кораблей, густо облепленные кораллами и моллюсками, стали домом для многочисленных животных. Вот эти обломки, поросшие кораллами, даже чем-то напоминают замок спящей красавицы. Растительность здесь непроходимая и шутковатая. Многообразие видов в лагуне просто поражает. Здесь представлена вся пищевая цепочка, от микроорганизмов до крупных хищников. Даже в непосредственной близости от обломков призрачной флотилии природа активно возвращает утраченные позиции. Согласно измерениям, уровень радиоактивности здесь ниже критического, и на дне лагуны следов радиации осталось очень мало. Хотя мы находимся на месте самого страшного экологического преступления, когда-либо совершенного человечеством, природа, судя по всему, неплохо умеет восстанавливаться. Обломки, некогда облученные огромными дозами радиации, за 60 лет превратились в рифы. Так природа осуществляет свои права и меняет все, что находится в сфере ее влияния. Это внушает нам надежду. Давайте минутку полюбуемся удивительным подводным миром и призрачной флотилией Аттола Бикини. Пусть эта красота проникнет в наши души и сердца. Человечество все сильнее влияет на глобальный баланс всех экологических процессов. Изменение климата, загрязнение океанов пластмассой и химическими отходами, создает для природы все более серьезные проблемы. В будущем она уже не сможет самостоятельно залечивать свои раны. Полярные ледники тают, и все больше животных оказывается под угрозой исчезновения. Древнее буддийское пророчество гласит, «Сначала умрет природа, а затем человек». Мы не должны этого допустить. Наше путешествие подходит к концу, так что пришло время подвести итоги. Мы познакомились с потрясающими чудесами природы, изучили предпосылки и условия их появления. Явления, вызываемые океаническими течениями, и геологические процессы действуют совместно, влияя друг на друга. И с помощью таких феноменов, как апвеллинг, создают идеальные условия для возникновения богатой и многообразной природной среды. Экваториальные растительные зоны охватывают всю нашу планету. Эти зеленые легкие создают сбалансированный глобальный климат. Без этой уникальной комбинации жизнь на Земле была бы невозможна, поэтому мы обязаны сохранить ее ради будущих поколений. Авторы сценария и режиссеры Норберт Вандер и Петер Баатен. Операторы Карл Финкенбайер и Томас Освальд. Композитор Бургхард Мария Финке. Композитор Бургхард Мария Финке. Композитор Бургхард Мария Финке. Корректор А.Кулакова Композитор Бургхард А.Кулакова Продолжение следует...